И для студентов в России. Почему так? Потому что так складывается, что меняется время, меняется мы, меняется окружающая среда. Поэтому необходимо нам в наших хирургических делах оставаться на уровне, лучше бы современном, а еще бы лучше так уровень опережать, по мере своих скромных сил и возможностей. Потому что если просто остается на современном уровне, а еще не дай Бог, как всегда, то получается, что мы преподаватели предсказываем студентам, устаревшим учебники, которые нельзя смогут прочесть. И, в общем-то, ничего с этого хорошего не ожидается. Это, во-первых. Во-вторых, по целевым требованиям от преподавателей, от студентов, от исследователей будущих, а более того, от исследователей актуальных типа магистров, требуется получение лучших результатов и их публикации или статей, тензисов на совещаниях и так далее. Если исследования не проводятся, а о чем статьи-то писать? Оттуда всякие скопы все возьмутся? Ну, не оттуда и не возьмутся. Честно говоря, это не раскопка. Поэтому нужно, чтобы наукой занимались только так серьезно. Ну, по мере своих возможностей. Ну, для этого надо как-то хотя бы понимать о том, что это такое, особенно для студентов касается, потому что, может, им этого не рассказывали, о том, что такое наука, как область человеческой деятельности. Какова его структура, какое место она занимает вообще в жизни человека. И, ну, это общие слова, без подробностей, без деталей. И это относится к любой науке, неважно какой. Вообще как научный день. Это будет история, ботаника, геология. Потому что это вещи, которые, я говорю, универсальные. Ну, отнесли немножко познакомиться. Чисто ознакомительная лекция. Берем немножко почитаем лекцию. Вообще-то это семинар. Поэтому задавайте вопросы, спрашивайте. Чем больше вопросов, тем оно как-то лучше. И вам понять не будет, что не понятно. И мне будет понятно, что не рассказал. Я надеюсь, очень надеюсь, что это будет первый из семинаров серийных. Мы будем семинары устраивать на капельре регулярно. Просто потому, что научные результаты в разных науках о Земле появляются регулярно. Знакомить друг друга с ними надо быть. Чтобы было не в курсе дела. Вот они в основании, в действии, в новое желание. Тоже не так. Вот. То есть, ну, как так будем стараться. Потом к будущим нашим семинарам привлекают и преподавателей, и студентов, которые будут что-то интересное читать, потом всем остальным рассказывать, делиться с научкой. Вот это же будут семинаровые научные, и через вопросы будем стараться, постараемся понять какую-то наука, каковы правила их в первой publicly game? Вот. Стопасту! Ну, начнем потихоньку. Как вы слышали многофразные высказывания. Николая полушутливая наука – это способ удовлетворения висливого любопытства за казенный счет. Кто-то из классиков в физике сказал такую фразу. Ну, это правильное. Но теперь задумаемся о ней. А почему, собственно говоря, за казенный счет ученые разрешают удовлетворять свои любопытства? В смысле, они сажают на пол, внижают на костра. А в разных странах, очень разные правители, в разных языках позволяют им это делать. Строили на церватории, покупали лабораторию и так далее. То есть, они не всячески там их прощали и не сгодели, а, в общем-то, давали им возможность работать и выделяли им для этого козельные средства, которые они добросовестно брали. Почему так? Потому что это оказывается выгодным обществу в целом. Если этого не делать у себя встали, то тогда соседи, которые это делали, встали более развитые, более цивилизованные. Правильно или просто захватят на сути всех. Поэтому да, в дополнение к тому, что наука удовлетворения любопытства за казенный счет, надо давать следующую правду. Знания стоят дорого. Но и знания стоят еще дорого. Поэтому, из этого будем исходить дальше. Так вот, значит, наука, как совокупные знания, это продукт научной деятельности. Как это научные работники совершают? То есть, по-простому говоря, научная деятельность – это организованный процесс добычи знаний. Собственно, по-просто. Все, что об этом надо знать. Почему организованный? Ну, потому что, как правило, добывать знания нужно... Уже настолько сложно стало закрывать знания, что приходится организовываться в коллективы. Естественное дело. А даже если работаешь в одиночку, все равно организовать самого себя надо. Куда ж ты, голубчик, не денешься? Раз уж взялся. Раз. Почему процесс? Потому что длительный, и, говорят, что ты бесконечный. Ну, надо верить. Как-то верно верить. Почему добыча? Потому что это тяжело, да? А теперь, что касается продукта. То есть, научного знания. То есть, тоже, опять же, ничего сложного нет. И наверняка, что школы в этом себе даже представляют. Чем отличается научное знание и всякого прочего? Оно, во-первых, проверяй, я-мое. Его можно и нужно проверять. А во-вторых, сколько раз не проверяй, сколько раз получаешь один и тот же результат. Один и тот же, один и тот же. То есть, это не так. Но либо это не научное, либо не знание. Наручное. Как и так. Значит, вот, в общем-то, примерно вот такая бесконечная позиция. Дальше. А какое место занимает все научная деятельность, научные знания и ее продукты в общей системе общественных отношений и производительных сил общества? Об этом писалось много, говорилось еще больше. И часто, раньше, да и сейчас, появляется мысль о том, что наука стала произведительной силой общества. Ну, так у нас длилось. Теперь это произведительная силой общества. Не верьте, это никак. Наука произведительной силой общества не является. Она ничего не производит. Она требует. Денег, оборудование, лабораторий, через голодатронов, большого огромного канала и так далее. Она требует. А что выдает? Знание. То, что мы передаем. А что такое знание? Некий текст. Раньше была она объединенная табличка. Сейчас, потом на папирусе, по полночной бумаге. Теперь на электронных носительных. Некий текст. Полежащий где-то на полочке и пылящий. Текст сам по себе ничего сделать не нужно. Но без него тоже нельзя. Так вот, как этот текст превращается в нечто материальное и полезное? Так наука. И чтобы что-то создать, научное знание, Иван Ильич, обязательно включено в некие технологические цифры. И что самое примитивное? Держать нужный камушек, как-то проверять дырку и ждать деснокаменный этапок. Это уже процедура. Найти, проверкеть, прикрутить. И космические корабли. То есть технология, работа. Весьма наука емкий, весьма наука с лукой. Это понятно. То есть технология есть ну что? Это последовательность операций. Полгрибки. Начинаем с этого. Полгрибки. Это последняя операция. Вот она продается. Все точно. Дальше поехали. Но технологии в чистом виде могут существовать только в настоящее время в нашей жизни. Но только в примитивном проекте. То есть сидим вот на кухне и спичек или шишек собираем ежек. Технология, да. Сидим собираем. Мне же алгоритм посверливаем. Позволь запираться. Вот. В одиночку в качестве самодеятельности она может и сейчас существовать. В таком виде наука внутри, оболочка технологическая снаружи и работа. Вот. Но это уже скорее всего и в ключи. Просто почему? Потому что технологии сложные. Науки развитые. А требования к продукции высокие. Поэтому приходится волей-неволей организовываться в коллективы. Которые будут это все технологии делать. И больше технологии могут быть развивленные. Одному человеку все в голове удержать и руками уметь. Часто бывает не надо. Поэтому технологии в настоящее время существуют в рамках организации. Еще одна оболочка. По кругу. Мы организовываемся коллективы. Разведочные партии. Цеха заводов. Научные институты. И важно там вошло. Колхозы в конце концовке. И производить обходы от продукции. Коллективно. Совместно. Основываются технологии. За которыми стоит наука. Но опять-таки. В современной жизни так получилось. Что вот собрать коллектив. И заставить его что-то делать. Полезает хозяйство. Трудно. На бесплатные суммы. Собра с сахаром попить там еще можно. Бесплатно. А вот что-то уже серьезное сделать. Ну, субботник. Мусор убрать. Еще можно. Вот. А уже серьезное сделать такое. Особенно если требует длительных усилий. Уже получается. Надо закрепили их как-то материально. Не только морально. Но и материально стимулировать. То есть. Материнзатор. Хотя бы. Уж. Поэтому все вот это хозяйство. Работает исключительно в рамках экономики. В рамках экономичной лодочки. Хочешь или хочешь, приходится этим заниматься. Любовое средство. Денег, предзаплату, воспринять обязанности. Отдельно заплатив своим средствам. Ну и так далее. Неважно какая это видимость. Любая. Вот эта схема наших бесподробностей, это самая общая схема такая, самая примитивная, без разворковки и что-то внутри делается, убить китологическое оборудование, реализационное оборудование, она известна уже более 187. Это не будет. Наши не открытия. Просто об этом именно потом уже это не открытие, а не обещать вообще без игроков. Эта схема намекает. Более того, мы с вами постоянно не участвуем. Причем участие в этих схемах больше, чем наша с вами жизнь. Человек еще не родился, но уже родитель пришел в шаг. Он начал купить, переносить купить, краску приобрести, колыбельку сделать, бепель в доме перестает. Уже вокруг него шуршает экономическое, традиционное, технологическое оборудование. Человек уже умер. Все, нет его. А водилку поправить, памятник поставить, нарадку покрасить, травку выщипать, его уже нет. А вокруг него идут еще технологические и экономические работы. То есть эта схема больше всего. Мы участвуем в отрождении восемь лет до 24 часов. В том числе и научная работа. Сюда же. Это жизнь. Так. Ну, это общее местоположение науки в системе наших общественных отношений и произведительных сил. Самое общее, не зависит ни от науки, ни от того, чем это занимает. Начиная от быта, окончания космического класса. Привернемся к науке. А теперь о том, как наука работает, как она развивается. По простому. Наука развивается путем решения задачи. То есть мы ставим задачи какие-то перед собой и пытаемся их решить. Задача это, ну, в общем-то говоря, форма задачи это вопрос в наших геологических делах. Вот это вопрос, который мы задаем природе. И пытаемся лишь как-то получить ответ на заданный вопрос. Опять-таки, исходя независимо от наук и всего остального. Вопросы, которые мы задаем природе, не природе, друг другу, не важно. Делятся по глубине понимания, по глубине прозвольств. Самый простой уровень вопросов, это вопросы типа, что, где, как, описательные. Где лежит, сколько, почему, и так далее, описательные. Вопросы поглубже. Вопрос в каках. Вопрос по механизмах. Как происходят какие-либо события, внутренние процессы. Самый глубокий уровень вопросов, это вопрос, почему. Только в причинности. Почему так или иначе. Вопросы, почему, из первого класса. Есть смысл задавать тому, кто сделает. Есть у нас холодильник. Ну, смотрите, у него конструкция. Почему он ручку поставил вертикально, а не горизонтально. Надо держать. Тоже рассказывает, почему он сделал так. Вопрос, почему, это вопрос к создателю. К тому, кто создал. Ну, в наших геологических делах, вообще создателя, понимаете, задать вопрос можно. Задать вопрос можно, а получить ответ к тому. То есть, насколько подойдите. Так вот, значит, решаем, ставим задачи, ставим вопросы и пытаемся идти. Значит, схема работы примерно следующая. по этому делу. Первое, это постановка задачи. Потом, подбор под задачи. Методы решения. Или, там, серии методов, если одним методом не решаются. Вот, дальше, проведение самого решения. То есть, применение методов на практике и получение некого результата. Потом, проверка, что у нас получилось. Да, в школе учили. Что значит? Проверь правильность решения. Было такое? Это оно. Все здесь. Ну, а в следующем случае, старайтесь вообще не проверить, да? А хоть как-то. Проверь, что правильно было. Уж там где-то взял, с подсказками сам, что альтернативный метод на мыслись. Ну, неважно. Убедись сам и убеди всех, что твое решение правильно. И, наконец, после этого ставится новая задача. Потому что все предполученные решения обычно, ну, все так бывает, порождает гораздо больше вопросов, чем на его отвече. Ну, положится новая задача. Причем, вот, это вот, немножко по каждому из степей. Итак, постановка задачи. А еще на сначала. Постановка задачи. Где откуда берется? Вообще-то, она берется обычно из анализа предшествующих работ. Так-есть, что сделали до нас и без нас. А что нам нужно сделать? Вот мы делаем scasure о вычитании того, что сделано. А из того что не сделано. Получаем, что еще надо сделать нам. Дальше к так幹у. Если человек работает в данной области науки долго, то постановка задач extraction вопросов обычно не стоит. Потому что он знает, что сделано, что еще не сделано. И задачи просто не возникают. У новичков в данной области и с новой сложной задачей Обязательно нужно посмотреть, что сделано у нас и без нас. Почему? А чтобы велосипед не изобретен в дальнейшний раз. Потому что оказывается то, что чем мы бились два года, уже давно сделано на галактике. А мы все мучаемся. Ну и зачем? Да они готовы, да и пусть идти дальше. Это очень важный вопрос. Если задача не поставлена, она решаться не будет. Если не было подвижения вперед в научном познании, не будет. Все начинается с постановки. Опыт показывает, что на этом этапе прокалываются очень многие, в том числе Экадрии. Если поставят задачу, они решат. Расшибут свою лепешку, достанут обороны, наявить 9, все что угодно. Задача будет решена. А поставить нет. Это очень важный навык. Базово. Как раз метод решений. Подборное решение, которое надо начать делать. Метод решений. Очень важная штука. Если без метода, метода у нас нет, то задача решаться не будет. То есть нечем. Вот по яму нет лопаты. Нет, это то же самое. Есть инструменты. О методах в науках любых. То есть в каждой науке специальный свой раздел методологии. Которая анализирует методы, которые уже сложились в данной науке. Развивает их. Заимствует у соседей, если еще что-то полезное есть. И так далее. Насколько это важно? Ну вот, поведу просто пример из опыта прошлых лет. Средние века. Магистерская работа. Например, в Соломанском университете, там еще где-нибудь средневековом. Вполне могла быть посвящена теме. О делимости числа 538 на 17. И дальше пошло научное исследование вопроса. Что сказал Иисус Тоте? Вот и сейчас Сократа. И, в конце концов, давал соревнования. Такие да, делится. И таки нет, не делится. Почему так? А представьте себе, разделить одно число на другое, двузначное и двузначное. Когда у вас в руках римские цифры. А арабских нет. Когда у вас число 5 записывается, так 4 как 5 минус 1, а 6 как 5 минус 1. А потом руку поделить одно на другое. Вот такая, наверное, разница. Совершенно верно. А теперь, любой школьник, на коленке-то решает столбиком на бумагах. Нет проблем. Метода не было. А теперь иначе решается, чего не было. Это важно. Метод – это важно. Так, с этим понятно. Дальше. Применение методов – это получение внятного, осмысленного результата. Корректор качества. Каким-либо. Посторонним методом. Или посторонним людьми. Или как-то так еще. Мы должны получить подтверждение правильности решения. Ждать приходится иногда десятилетия на подтверждение правильности. Представляю сразу. Бывает и такое. Пример, опять-таки, из недавнего прошлого. Другие товарищи ядерной физики из Дуны занимались синтезом сверхъядерских тяжелых элементов. Синтезировали вот такой список консурансовых элементов. Получили интереснейшие результаты по долгоживущему изготовлению островка стабильности. Это улица Меделеева. У Брохлера лет 30. И все эти 30 лет они ждали, кто же сможет повторить их результаты. Наконец, в Беркли, в мясном доме, смогли добиться, развиться настолько, чтобы повторить их результаты и подтвердить правильность решения. И только, а когда они говорят, когда смотрели? А до того – нет. Ну, получили в этой лаборатории чего? А больше никто не может. А может это все в вашей жизни? Симанский. Как-то нет. Пока не подтвердят. И шанс только. Вот. То есть, это вот такие. Вот. Ну, значит, и после того – поставка новой задачи. То есть, тут тоже требуются мыслительные способности и исследователи. Ну, это был опять из истории. Помню такого физико-резерхоза. Допискалория. В виде радиоактивности и радиоактивных расформений. Вот. Он, значит, будучи академиком, он работал в том числе и заведующим его лабораторией в Кембриде. Вот. И, как сказал он, по-нашему говоря, лаборатор в НИЧе. И работал, значит, и у него приходили молодые аспиранты, магистранты на работу, лаборатория ставились. Вот. Он давал для исследований лабораторию, оборудование, ставил задачу, чего делать. Я не знаю, что такое результат. Действительно. Получали результат. Приходили, докладывали руководителю, что так вот, получилось вот какое-то. Если после этого этот молодой человек спрашивал у Лизерфорда, а чего дальше делать, он его тут же выгонял. Почему? А сам должен знать, не маленький. Получил результат? Подумай, а что с ним все это делать? Куда дадут найти задачу на СИЧЕ? Вот такие вещи. Вопросы о постановке задачи. И про норму задачи. Вот такие вещи. Дальше. А теперь, значит, о науке взагалив поговорили. Значит, теперь немножечко подробностей ее внутренней кухни. О внутренней структуре науки. Вопросы о том, что наука развивается решением задачи. Так вот задача. У нас бывает. По своей направленности, которую мы ставим перед исследованием, при своими решениями. По направленности. Задачи, которые мы решаем для внешнего заказчика. Ну, скажем, если мы герои. Для горняков, для нефтяников, разработчиков, для пациентства, под фундаменты зданий, прогнозируя сейсмической опасности и так далее. Для внешнего заказчика. Такие задачи называются прикладные. Прикладные. Прошли. А есть задачи, которые мы решаем для развития самой. Не важно. Мы развиваем науку, чтобы она была более продвинутой. Лучше справляемся с поставленными вызовами. Вот эти задачи называются фундаментальными. Фундаментальными. А методы решения задачи. Их посильного. В каждой ручке там... В целом методологии существует. Там этих методов десятки, а то суток. В общем-то, не делаем две большие группы всего лишь. Это методы эмпирические. Когда мы накапливаем факты, анализируем, с вами эксперименты, там что-то измеряем. Эмпирические. И методы теоретические. И в основном мы посмотрим. Это метод-эмпирский. Теперь мы сработаем дюймэль и пытаемся. Пытаемся что-то новенькое дюймэль. И пытаемся... Рくшить. А это метод-эмпирский. методы, а это редуктивные методы. В принципе, это анод. Так вот, поэтому исходить из этого все научные работы. Разделяется на четыре по множеству. А именно. Приклонной теоретической работе. Приклонной теоретической работе. Фундаментальные теоретические работе. И фундаментальные теоретические работе. Вот это примерная структура любой науки. Независимо от того, что ретро-ароманская теорология, ботаника бомбового хостения, это все же хотите. По задачам и по методам решения. Теперь кратенько по каждому из разделов, чтобы понятно, чем на кто занимался. Приклонной теоретической работе. Это собираются фактические материалы. Наши геологические делаются. Маршруты, скваживые каналы, смыслые анализы, колоты, караташки. Как-то обрабатывается. Разрезы, планы, карты, бомбеограммы, схемы, легенды и прочее. И получаем некий обобщенный геологический продукт. В частности, у нас геологический граф – это отчет. Съемки, разведки и так далее. Вот такие выручки. Затем собираем. Где химия, где физика, все геологические измерения, все геологические измерения, все геологические измерения здесь. Это все вот тут. Что-то меряем на местности. Что-то определяем. Лаборатория. Собираем фактуру, как ее систематизируем, расположим по полочкам, как гранты подаем мозг и так далее. Значит, геологический раздел. Это мы, на основании современного материала, на основании прошлых знаний, для внешнего заказчика, на основании неких теоретических работ, неких теорий, которые мы создаем или которые мы создали до нас и без нас. Делаем какие-то теоретические выводы для внешнего потребителя. Вы с такими работами, результатами сталкивались каждый день. Прогноз получил. Теоретическая работа? Да. Вычисляют, что там кто-то метеорологий сидят? Вычисляют. На самом деле ничего. А вот он человек с пупниковой стенки погоды по миру. Кому они выдают прогноз? Нам с вами, которые не метеорологи, но нам это надо. В наших юридических делах теоретические прогнозные работы, это подсчет запасов местного изменения. Потому что запасы, мы как-то посчитали, их никто еще не видел. Мы их оценили. Значит, и степень достоверности нашего почета закреплена в инструкции ТГКЗ в категории А, Б, С, А, И, 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 А, И, С, А, И, С, А, И, С, А, И, С, А, И, С... Это зависит от сбора геологической информации о геологических всех объектах, геологических процессах. Скажем так же, во всемирном остальном, по мостальной карте строительности неважно. С теми улучшить понимание самого процесса, самого объекта или данного типа престорождения. Мы получаем оползь лидера. Для внешнего заказчика это не надо. Но об оползе мы будем знать все. Соберем все данные, все, что нам интересно. И тем самым мы разольем понимание нашей идеологии об оползе. Но это не для внешнего заказчика, это нам, для себя, для нас. И, наконец, это элементальный теоретический раздел. Раздел научной деятельности, направленный, целенаправленно, именно на создание необходимых для данной науки локальных или общих теорий. Это раздел теоретической работы. С одной же теории, которая как-то так описывает нашу окружающую жизнь. И дает возможность предсказывать следствие этой методы. О том, что такое теоретическая работа и как она делается. Мы, наверное, в ком-нибудь еще семи раз поставим. Пока я сейчас не буду об этом говорить. Просто поймите, что оно есть. Какая теоретическая работа существует на свете. Ну а теперь, это касается всех наук и физики, и химии, и географии, и всего остального. То есть в любом пользовательном процессе вот эти вот четыре раздела обязательно присутствуют. Но, а теперь посмотрим внимательно, а как распределяются люди, средства, ресурсы, результаты по вот этим четырем плячьям. И увидим, что в разных науках, математике, физике, по всем этим подразделениям, распределения средств для институтов, диссертаций, публикаций и всего остального, и заплат. Примерно рост равен, это равномерно. Это больше. Чуть больше, чуть меньше, но чуть. Как расстоят дела у нас. В процессе 90-х. Дели средств людей, зарплат, институтов, работают вот здесь. Вот лучше. В эмбирическом прикладном подсеке. Иногда выбираемся, вот сюда вот немножко там патериатизировать, если наше потом лучше. Запасы посчитать, то есть прогноз сейсмической системы, все-таки что-нибудь. Фундаменты там не подсказывают. Прочные фундаменты, а не прочные руды. И там полностью. Это будет, значит, от нас требуется, ну, нафиг. Периодически, пожалуйста, пожалуйста, это мы сделаем. Вот. Еще 20-х. 5. Работает вот здесь. Потому что у нас раньше называлось тематический исследователь. То есть развиваем данную науку, которая вообще не что-нибудь. Такое там, нужное нам для работы по текущей задачи. Причем, это и чертальство, когда вообще меньше и меньше. Потому что это денег дают, естественно, в организме. Вот. А вот в этой области, в диалоге, не работаете так. Зачем, что ли в диалоге там работали считанные люди, которых можно в эту фазе пересчитать? И ты не все сразу сомневаешься. Это пустое место у нас. Это пустая область. Неразвитая. Поэтому для вас, для студентов, это очень хорошо. Почему? Область совершенно не пуганная. Область новая. Ситуация Клантайка. Под ногами валяются самородки. Загребают граблями в мешок. Никто не мешает, никого не мешает. Открытия валяются под ногами. Ими никто не занимается. Ты не имеешь в виду, если не нужно. Потом так не будет. Когда геология разойдется, ты нормально науку. Потому что каждое такое шетое будет драться 2-3 часа. Сейчас там тишина и покой. Понимаете? Кто хочет, чем хочет и сколько влезет. Если даже вот такой шетое результате получше, вот здесь вот. Вы сразу перейдите в плане Алексея. В плане Алексея не фигнирует. Вы фигнируете. Кажется, вот к тому, чем заниматься и так делать. Причем самое смешное, что наиболее дешевый раздел. Тут и террористская работа. Бумага, ручка. ИМС. А больше ничего. Ну, это хорошие библиотеки, конечно. Интернет, информация. Все. Большой геологический аналог, это вот здесь. Так. Хотя, вот, если вы сделали проверку теории, но с затраткой работаешь, не всегда. То есть, вот примерно так. Получается, что теория сахобик будет, да? То есть, плавно? Сегодня, да. Потому, что у нас нет. Посмотрите, что получается. То есть, у физиков. Давайте посмотрим. Если вы делаете теорию. Значит, у кого учится теоретическая работа? У тех, кто умеет. А кто у нас умеет? Матеватиками, физиками, все химики притянулись. Биологи. Вот. Не выходи из-за опыта. Как это все? И опыта. Так вот. Значит, вот смотрим у физиков. У них есть предмет теоретическая физика. Есть учебники по теоретической физике. Есть отделы теоретической физики. Есть целые институты экономической теоретической физики. И занимаются вот созданием теории о случая жизни физикоизвлечения физических процессов мира. Причем их довольно много. Они решили теорию, пишут штуки по три штуки в день. Создав, проверил, плохо выделил. Начали сначала новую среду. И так на историческую. То есть, работа идет. Там есть специалисты, которые, во-первых, умеют это делать. Во-вторых, умеют студентов этому научить. И спросить. И дать им задание, чтобы они ее выполняли. У нас нет ни учебников, ни учителей, ни отделов. Ничего. Это то, что нужно создавать с нуля. Хотите бесплатно. Хотите за деньги, если вы идете. Все равно сюда. Вот так вот так. Работы по теоретической геологии делались. Попытки были. Попытки создать научные теории в геологии были. Но удачными они пока что не оказались. Еще работать и работать. Теории, которые в геологии созданы за последние лет 150, можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. И то половина из них касается минерологии, геохимии. Потому что там за ними есть хорошая физика твердого тела. Хорошая, значит, химия, хорошее все. И там хоть что-то есть. В основных науках, ну, шаром покатить. То есть вопрос о том, как остык более науки и чем заниматься. Можно вопрос? Да. Теория. А теория. Вот смотрите. Когда я учился, мне преподавал, я садил его Владимир Петрович Макритин. Он мне говорил, что есть 300 определений информации. Как вот это с геологией. Как это сделать, чтобы сделать теорию. Чтоб как физике было одно определение, что нужно менять геологией. Разночтение. Каждая академия говорит свое. Студенты мне это расскажут. Могу вам кратенько, кто не знает, рассказать. В 70-е годах прошлого века была такая очень мейстримная вежуха по всем геологическим школам Советского Союза по компьютеризации дел. Когда решили ее математизировать, с компьютера загнать или создать теоретическую вещь. Не получилось ничего, потому что не удалось. Математика была готова работать. Мы сейчас формулы напишем, машину заводим. Пожалуйста, только логику нам дайте. А логики нет. И все школы научные Советского Союза логику в геологии найти не смогли. Поэтому все заглох. Уже к 80-м годам этот мейстрим пропал. И до сих пор не будет. В Боле, как-то ситуация, как называется, Ивана Андреевича Крылова «Впасть на леса и виноград». До зеленого ягодки нет зрелой. Про лесу. Появились публикации. Сеньор Аганлей, Николай Профессоров уже 21-го века. Где черно-про-белому сказано, что у нас такой сложный объект геологических исследований. Что там закона, как в физике, где-то быть не может. И дальше это не тратник комиссирования. Пускай писано. Вот. Значит, вот так. То есть, это на полной серьезе. Это пишут в Бонжевую. Это пишут в Кембридже. Это пишут в разных местах. Вот. А почему? А логики не нашли. А почему не нашли? А ситуация очень простая. На наших учебных курсах. Которые сейчас я сижу, анализирую наши учебные программы. То есть, в одну кучу свалили все, что можно было, что видели. Хорошие есть, как перемешали. Вывали на голову студентов. Которые что-то усвоят, что-то пропустят. Естественно, диалогики там нет. И говорят, что с логики нет диалогии. Сложная наука. Мы же сами все перемешали. Во-первых, я все заказываем. Это нормально. Вот. То есть, важное исходное определение. Важно умение правильно работать в теории. Это все надо учиться. Потому что много чего мы действительно не умеем. Последствием с физикой или математикой. Да. Учиться надо. Так может быть дело в специфике действительно объекта исследования и геологии? Если и физика, и математика это достаточно абстрактные науки, но математика это вообще идеология. Математика тогда, а физика тогда? А физика работает тоже с идеальными делами. А там тоже идеальные объекты физические. Идеальный газ. Материальная точка. А геология мы имеем. С реальными предметами, включенными в реальность, которая в каждом случае у вас зависит от места. А вот пример. Вы работаете с понятием минерал, которого на свете нет. Вы работаете с абстракцией кварц, которого на свете нет. Мы работаем с абстракцией ничуть не меньше, а гораздо больше, чем любые физики и математики вместе взятые. Нам нужно в реальность выбраться из этих абстракций, которые накопили за 150 лет. Мы работаем с объектами, которых мы сами напридумывали. И должны с ними как-то возиться. А они сопротивляются. А природа сопротивляется еще больше. И пока мы не вернемся к реальным объектам, которые природа создала и начнем с ними работать, не будет порядка. Как бы упомнится мне в химии, когда все было в кучу химик исчезла в вещества. Это дедолага-химик. Значит, вы бы на память помните соду, поташка, аусти, аммиака, ацептон. И свойства, как получается, оттуда берется, и как решили, что здесь делать. А формулы нет. Вот такая голова разнообразная, и все на память будет добавить. А потом все-таки догадались. Простые вещества отдельно, а сложные отдельно. Вот тут у нас появились сразу полиперическое таблице Меделеева, квантовая химия и все остальное. А тут появились с молекулами. Законы Бутлерова, Зеленского, стереохимия, стереоструктурные, ДНК расшифровали, и стало все нормально. А пока здесь было в куче, ничего, хорошего дать не надо. Можно будет. А я на конкретном примере, все из Петроградки. Вы говорите, что нужно уйти от абстрактных фигурок. Ага. А вот так же, оптическая дикатрица, абстрактная фигура, которая показывает распространение живетоприставов. Конечно, вы понимаете, что абстрактность не значит бессмысленность. Это нужно и в хозяйственной реакции. Не надо. Почему? Мы же используем. Оптика – это тоже наука. Мы ее используем успешно в Петроградке. Что же ее ломать-то? Не надо ее ломать. А вот, когда мы говорим о породах, то надо понимать, что пород в природе нет. Есть породные дела. Нету гранита без конца и без края. Есть дайка гранита, галька гранита, образец гранита, шрифт гранита. Я помню ваш пород Петром Васильевичем, что вы говорили, что осадочных пород вообще нет. Да, потому что, по словам «осадочные породы», вопреки всем правилам классификации научной, которые на свете есть, они гены совершенно разнородные образования. Ты гены, ты мегены, ты органетен. Ничего общего по гены не судят, а мы называем осадочные породы. Это тянется с нефтунистых и плутанистых. С 18-го века. Нет, то есть я, получается, кандидат несуществующих породов. Нельзя отдавал тебе это звать. Это во-первых. А во-вторых, Петроградия, как показывает анализ наших научных дел, геологических, это самая паршивая область, самая неупорядничная область, хотя, казалось бы, именно с породами мы имеем дело каждый день. Как говорит Борисенко, говорил Савелий Марий Андреевич, палеонтология – это пряники, а вот Петроградия – это хлеб. Это каждый день. То есть это важная вещь. А у нас ситуация в этой области какая? Царство горных породов изучается двумя разными науками, которые вообще два разных дня. Петроградия – это с другой стороны, а литрология – это совсем другая сторона. Вот, на самом деле, в Ленинградском университете, кафе тропетроградия, что занимает целого этажа, а кафе тропетроградия, трехэтажный флигер, то есть все очень серьезно. Почему? Это разделение было еще в 18-го века. Ну, надо бы, по-хорошему, его прекратить, надо бы вернуться к единству. Вот есть вот экшастный минерал, это законы. Есть вот царство информации, там нет разделения на осадочные магматические методы, там есть все эти методы с единым целым. А в первой разе делаем петроградия – кинули. И в итоге что? И в итоге у нас, на уровне пород, самых наблюдаемых, самых массово изучаемых объектов, у нас получается, законов нет, порядка нет, правил нет, и не светит. И не будет, до тех пор, пока нигде не есть. Теоретические основы для такого объединения есть, но это надо работать, а работников нет. То есть работа есть, а работников нет. Молодые студенты, вам это все берут очень пристально. А еще один вопрос. Помните, исторически сложилось, что геология, как наука создавалась для поиска в месторождении болезньского плана? Она была как придаток экономики. Сейчас это идти в теорию, это уже… В том числе. Нет, и физика создавалась уже как придаток экономики. Прочность. Нет, там только эмиссоны, естественно. Нет, 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 нет. Начинаем с каменного топора. Сопротивляемость, упругость, вязкость и так далее, и так далее. Физика началась тоже с каменного топора. Это любая, я же говорю, любая наука имеет прикладной раздел. Любая. Любая. В том числе, река-рамманская филология. Любая… Есть прикладной раздел. Наверное, что филолог единственный. Если любви. Да, есть прикладная раздел. С нас требуют решения прикладной раздел. И будут требовать. И правильно, что требуют. Но это же не все. Это же показано здесь. Все так и нет. Да. Нужно для экономики работать. Она заказывает. А вы должны быть готовы подвезти. И подойдите. Но если мы не будем развивать современные разделы, мы не сможем ответить на эти вопросы. А мы не знаем. А почему? Это плохо. Потому что, мы не знаем, что творится на этот зарпорт. Дешевые ресурсы кончились. Или кончились. А ресурсная потребность экономики будет нужна всегда. И будет расти. В частности, энергетики. То есть, кто будет отвечать на эти запросы? Мы же. В этом смысле не так надо? А если мы не образуем геометальный раздел, мы беспомощные, расхилные, слабые вопросы. Еще один вопрос. Если у нас есть методы. Ну, например, у вас. На нашем факультете. На геологии. Но у нас нет оборудования. Как мы будем решать задачу? Легко. Мы все дружно начинаем заниматься этим разделом. Лучше бумагу мы найдем. И тут никого не обречет. Там не конкуренты. Такие задачи, которые до них после не дошли. Их не додумали. У нас есть такая возможность. А что там оборудование? Ну, можно вам объяснить. Если оборудования нет, то у нас все такие задачи, которые не требуют оборудования. Но они тоже нужны. Тимошники говорят, пусто. Нет никого. А еще один вопрос. Ситуация в том, что раньше были советские классификации. Сейчас настаиваю его песню классификации. Чего? Заставляют. То есть не наследие. Вы переходите на его песню на классификацию. Классификации чего? Ну, например, тех же бород. Есть классификация кембриджа. Есть классификация кембриджа. Классификация кембриджа или гидрофического комитета. Я сказал, что классификация международная и классификация кембриджа. У меня разумная классификация чужих пользователей. То есть она разумная. И помогают правду. Чужие пользоваться такими чужими достижениями. Пользоваться спокойно. Тянуть себе и использовать хвост и ври. Так, а зачем тогда Петербургский комитет Украины, который разработал классификацию? Ага. Петербургский комитет Украины. Значит, что касается Петербургского комитета Украины. Который создал Петербургский кодекс. Дело было в 90-е годы. И к нам на кафедру пришел проект этого самого кодекс. Мы честно сели и дружно написали страниц 20 замечаний. И отправили в Киев. Ни одно учтенного не было. Абсолютно. И поэтому сейчас. И весь брак, который был в кодексе нами выявлен, весь в кодексе остался. А последний заготовик. Поэтому, прежде чем использовать и опираться на Петербургский кодекс Украины, нужно рихтовать грубой мражкой. И только потом начинать использовать. Особенно, что касается микросамбатических и микросамбатических просьб, это в основном брак. С работой Богатикова в российский период, на украинский, с неким добавлением. В общем, в принципе, порядок действительный на видео. Это нормально. А работы Богатикова и его сотрудников по петрографии, по упорядочению петрографической номенклатуры, в обязательном порядке, это были 60-е годы, учитывали международный опыт. В полном объеме. Дальше большое спасибо. Вот так. А медленная классификация, можно установить отдельные семена, это очень интересная тема. Из вот этого раздела, это могучий инструмент познания. Все это тянется сильнее, и вот пока его, конечно, брать не нужно. Это мощная штука. Вот примерно так. А еще последний вопрос. Сейчас я так понял, вот как студенты сейчас себя ведут. Вот даешь им минерал, они его фотографируют, загружают в компьютер и ищут там подобное. Возможно ли такие программы в будущем, что человек подходит к обложению, фотографирует, и ему программа подает уже описание, и ничего уже не надо делать. Вот ради этого и затевалась капитализация идеологии. То, что я вам рассказывал. А и ничего не было. То есть у нас и у нас не получится. Нет, потому что не было оговорено, какие объекты перед нами. Потому что не было классифицировано вот это множество объектов. Эти работы сделаны. Эти работы в сердце начали. То есть теоретическая часть, вот тут кое-что, у нас на каждой этой есть. То есть отдел-то есть. Подложателем. Более того, те теоретические работы, которые были выполнены здесь, позволили открыть законы природы не иерархи. Причем не просто законы природы, а новый класс законов природы, иерархический. Который не открыли ни физики, ни астрономы, ни физики. Это все наше иерархическое достояние. Это так вот у нас на будущем. А если компьютеризацию будет проводить на основе эмпирических методов? Дадут какую-то выборку определенной информации, и компьютер это обработает. То есть подпишут, что это, например, обнажение, допустим, пескового-то, такого-то. И компьютер это обработает, запомнит, типа, ну, есть же определенный искусственный интеллект. И на основе этого он выдаст информацию, типа, какое-то обнажение в последующем, наполняя свою базу информацией. Вот за это мы и боремся. Но для этого интеллекта нужно обучить. У него должна быть логика построения. А самое главное, он должен распознать. Логика диагностики. А диагностика должна принять знака. И признаки формализовать надо. И это все делается. И вот это то, чем я вас учу на занятиях. Объекты имеют состав, структуру и формулу. И эти признаки обусловливают все остальное. Радиактивность, массу, плотность, все что хотите. Вот это масса. Возвращаясь, почему у нас не получилась капитализация геологии в прошлом деле. Детально и подробно. Здесь в 20 веке научался состав. Вплоть изотопов. Занализ генералов, изотопов и все остальное. А так, хилистик, все что угодно. Очень детально изучались структуры. Менее детально, но все-таки внимательно изучались структуры. Их было гораздо меньше, чем технологическое вещество. А формы тел просто были упущены. Из-за рассмотрения. Все знали, что у него все это и есть. Но только так их ненавидит. В результате не вышло ничего. Выпустили очень важный эффект. Надо возвращать это все обратно. У каждого века есть форма. Хотя не открытие. Это известно давно. Но об этом все время уже говорили. В том числе не было. Не надо. Например, работают с природными объектами. Они имеют форму. То есть в форме их объектах не могут. Тогда получается объединенную капель не называют капельно-теоретической идеологией? Нет. Получилось в первом предложении. Но вы каждый раз называете капельно-теоретической идеологией. И в природной идеологии. Всем хорошо. Объединяет все, что можно и что не можно. То, что было, что есть и что будет. И через сердце успокоится. Все в этом направлении. Все в этой идеологии. Что же надо капельно? Второе. Второе. И прикладное. Ну примерно так. Ну как предложение. Как-то можно говорить всем неизвестно. Но пока предложение такое тоже есть. Нельзя не объявлять. Можно. У нас уже был опыт нет фундаментальной медицинской. А что уже нет? Ну сейчас просто медицинский выпуск. Ну если в то время был замах на создание фундаментального раздела медицинских наук. Вышли с позитерами, а то справились ли. Да. А то другой вопрос. А задумка наверно была. Задумка была. А какой вывод? Просто придут сведения. Что областей приложения усилий в научной работе более чем достаточно. Выбирайте любой, кому что нравится. Для любых целей. Курсовые работы, дипломные работы, исследования, дипломные. Диссертации кандидатские, инстертации докторские. На выбор что хотите. Те поля тоже давно предстоит бродить. Занимаясь наукой. У кандидатских докторских там же бак есть в требовании. Его не обойдешь. А зачем их обходить? Не помогая заниматься всем этим. Не упорядочивая то, что ты сделал в области теоретической и фундаментальной работы по спирам. Внятно говоришь. Решали какие-то задачи. Примняли какие-то методы. Обопрековали там-то там-то. Сколько раз лет 18 лет. Это просто форма для описания полученного результата. Причем форма хорошая. Она позволяет не писать личного. Но и не забыть нужного. Мы с вами не против другого работа. А за. Делаем одно дело. Я говорю. Самый оптимальный для нас вариант сегодня без денег и без оборудования есть. Это вот этот раздел. В любой области. В минералоге нужны теоретические разделы? Нужны. В спектронике нужны? Нужны. В учениях по лесоскопаемых? Нужны. Там вообще шармон, пока тихий нужно строиться. В любой области нужны все теоретические разделы. Что это делать? Я предлагал делать отраслевую мысль. Я работал в украине. А я предлагал нам издать как Кушковин там. Давайте сделаем теорию ловушек углеводородов для пользования нашей оборудовки и газовой области. Не захотеть. Ты давал академию наук, ребята. Уж кому-то заниматься фундаментальным вопросом и теорией строить? Не захотеть. Ну и не надо. Комотивное дело. Наука. Кто лежит? А в ваших преступлениях в тектоническом комитете купят легенды? Это все вот из этого. Это все вот из этого. Не теория. Грубая эмпирика. Посмотрел карты, нарисовал, показал. Ну это вот все. Опасовщик. Так и надо. Злая текст. Ничего не пройдет. Все нормально. Ну так примерно. Если тебе вопросов нет, имейте в виду на будущем. Это вам пройдет работу. Причем выбор работ. За вами любые. Какие хотите. Или какие могут. Наверное, надо будет везде еще поговорить о том, как строится теория. Что-то такое. Откуда она берется. Начало и конец опять. Как это делается. Вот. Но может она еще соберется насиливаться. И еще по обсужданию вопросов. Такого оборудования. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok